Всем привет, с вами Работлев, и я представляю вашему вниманию полный гайд по магии колдовства в Скайриме. В этом гайде я вам расскажу о первое, всех спеллок колдовства в оригинальном Скайриме. Второе, сделаю полный обзор на скилл 3 и все перки, которые там есть. И третье, расскажу о способах быстрой прокачки колдовства. Если вы хотите сразу перейти к какому-то моменту видео, то жмите на аннотацию на экране или на время в описании. Как обычно, начнем с заклинания мерячка. Первый спелл это призванный меч. Очевидно, дает вам в руки меч, который хоть выглядит как гайдрический, но по урону чуть сильнее непрокачанного стального. Плюс ко всему, его урон в Скайриме не от колдовства, а от одноручного оружия. Его нельзя зачаровать или применить на него элементную ярость. Может быть полезнее, если у вас непрокачано кузнечное тело или по какой-то причине нет места для нормального меча, но даже так, без прокачки одноручного оружия и определенного перка колдовства, он является не самой полезной штукой. Следующее заклинание это призыв питомца. Мало того, что зубов у этого волчонка видимо нет, потому что урону он почти не наносит, так он еще и умирает от инфаркта, как только кого-нибудь увидит. Лучше пропускайте этот спелл. И последний спелл новичка это оживление зомби. Эта штука возрождает очень узкого уровня трупов на минуту на вашу сторону. Полезен только на низких уровнях, так как любого хоть немного серьезного врага вы этим не поднимете. Переходим к спеллам ученика. Первое заклинание это призванная секира. По сути, ловорочный аналог призванного меча с уроном чуть меньше стальной секира. И также бесполезен без прокачки. Следующий спелл это вызов огненного тронаха. Эта штука имеет заметно больше хп и урона, чем бесполезный питомец. Умеет стрелять фаерболами и, как все тронахи, имеет ауру, дамаживающую врагов поблизости. Да еще и взрывается после смерти с ауе. Очень полезная штука, особенно на низких и средних уровнях. Следующее заклинание это оживление трупа, которое от оживления зомби отличается только тем, что поднимает более сильных врагов. Начинайте использовать, когда предыдущий спелл перестает работать. Захват душ позволяет вам скастовать его на противника и после его смерти захватить его душу. Очень полезный спелл, если у вас есть оружие, которое постоянно разряжается. И не только. Следующее заклинание это огненный питомец. Чтобы получить его, вам нужно в рейке квест локация под названием Руины высоких враг, которая показана на экране. В конце этого подземелья вы найдете драконьего жреца и получите заклинание в награду. Сам спелл представляет собой питомца, который после каста, который в свою очередь стоит относительно немного маны, бежит к врагам и через пару секунд срывается с ауе. Веселое заклинание, но мне кажется, один раз кастовать огненного тронага будет поэффективней. И последнее заклинание ученика это вызов тени Арнелла. Получить этот спелл можно после выполнения квеста проект Арнелла. Итак, для начала вам нужно пройти квесты коллегии Миттерхолда, вплоть до квеста с возвращением книг. После этого нужно найти где-то в коллегии Арнелла и взять у него квест. Он попросит принести ему 10 двемерских шестерней. Их очевидно можно найти в двемерских руинах. Плюс вы сейчас видите место, где на самом входе можно получить аж 4 штуки. Ну а для начала расчистите инвентарь. Каждая шестерня весит по 10. После того, как принесете ему шестеренки, он попросит вас поговорить с Интиром насчет камня душ. А Интир, в свою очередь, попросит вас достать ему посох. После того, как вы достали посох, можно забрать у Интира камень и отдать его Арнеллу. Но чтобы пройти вторую половину квеста, вам нужно полностью пройти коллегию Миттерхолда. Итак, после того, как вы сделали все это, снова говорите с Арнеллом в проекте. На этот раз он попросит вас запихать камень душ в три любых конвектора по всему Скайриму. К счастью, они отмечены маркерами. Далее нужно подождать несколько дней и опять поговорить с ним. Арнелл опять попросит вас поговорить с Интиром, а Интир опять пошлет вас в жопу мира за предметом для квеста. Пора уже привыкнуть. Наконец, когда вы достали то, что хотел Арнелл, возвращайтесь к нему и наблюдайте за получением спала. Вы, наверное, думаете, стоит ли это того? Что ж, тень Арнелл бессмертная, а ее призыв не требует маны. Решайте сами. И первое заклинание адепта это изгнание Деэдра. Этот спал говорит призванным Деэдра, Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Вполне неплохой спал, но в большинстве случаев просто убить призывателя намного легче. Следующее заклинание это призванный лук. Казалось бы, та же фигня, что меч Секира, но урон призванного лука равен Ашабанитому, да и стреляет он стрелами с уроном Деэдричских. Поэтому я думаю, что эта штука намного сильнее и полезнее другого призванного оружия. Следующее заклинание это вызов ледяного Атранаха. В сравнении с Огненным, ледяной Атранах имеет больше хп и урона, но он милишник и не взрывается после смерти. Тем не менее, это очень полезный спелл. Призрак поднимает трупы больше уровней, чем оживление трупа. Правило то же самое. Используйте, когда предыдущий спелл перестает работать. А первое заклинание эксперта это приказ Деэдра. Он обращает призванного Деэдра на вашу сторону. Если вы хотите для этого переключать спелл и бегать за Атранахами, то используйте его на здоровье. А вот вызов лодда Дремора можно назвать одним из лучших, если не лучшим заклинанием колбаса. Мало того, что он имеет кучу урона, так его еще и фиг убьешь. Единственным минусом может быть то, что он милишник. Но в большинстве случаев это не так сильно мешает. Очень рекомендую. Но в тех случаях Деэдримор не дотягивается до врага. На помощь приходит Грозовой Атранах. Он умеет стрелять молниями и делать круговое АОЕ вокруг себя. Растуйте только, когда милишник Дремора весь полезен. Ужасный зомби поднимает трупы. И мы все знаем, что с ним делать. И последний спелл эксперта это выслуга Деэдра. По сути изгоняет чуть более сильных Деэдра, чем изгнание. Но опять же, в большинстве случаев легче убить призывателя. И первый спелл уровня мастера это умный треул. Получить его можно после выполнения квеста ритуальные заклинания колдовства. Этот квест берется у Финиса, у коллеги Винтерхолда после прокачки вашего колдовства до сотни. Квест довольно простой и не должен вызвать проблем. Сполши вызывает огненного тронаха не бесконечное время. Но за это он расплачивается долгим кастом и очень большой ценой маны. Если хотите бегать с тронахом, пока смерть не разлучит вас, то пожалуйста. Но я же просто предпочитаю вызывать дремор. Следующее заклинание это ледяной треул. Оно навечно призывает ледяного тронаха. А теперь догадайтесь, что идет на грозовой треул. Молодцы. И последнее заклинание это мертвый треул. Очевидно, поднимает трупы навсегда. К его плюсам можно отнести и то, что он поднимает врагов самого большого уровня по сравнению с другими спеллами. Плюс после смерти трупы не спепеляются. Можете попробовать, если убьете сильного врага. Теперь поговорим о скелл 3 и пяках. Итак, новичок, ученик, адепт, эксперт и мастер в колу колдовства понижают цену маны заклинаний вдвое на разных уровнях. Желательно брать возможности, так как они очень помогают. Мистический призыв увеличивает урон призванного оружия вдвое, что делает его вполне эффективным. Но даже так желательно прокачать стрельбу одну ручку или двуручку. Мастхэв, если вы используете призванное оружие. Победитель душ позволяет призванному оружию, очевидно, захватывать душу врагов. Но, если вы используете призванное оружие, то, скорее всего, у вас нечему разряжаться. И, следовательно, полезность полных камней душ значительно падает. Я думаю, лучше потратить очко навыка на что-нибудь другое. Изгнание в Обливиан позволяет призванному оружию, по сути, ваншотить призванного доедра и пугать до устрачки поднятые трупы. По-моему, этот спелл еще менее полезен, чем предыдущий, так как врагов, призывающих доедра в окрине, не так уж много, да и обычно эти доедры не так уж сильны. Некромантия продлевает время действия спеллов отнятия трупов. Что, конечно, хорошо, но бесполезно для вызова доедра. Темные души добавляют поднятым трупам 100 хп, что, опять же, и хорошо, и бесполезно. Парные души – это то, для чего вообще стоит печать колдовство. Они позволяют призывать сразу двух доедра или поднимать два трупа. Думаю, не стоит объяснять, как две-три муры будут выносить все на своем пути. Перк-призыватель позволяет на первом уровне призывать доедра и поднимать нежек на вдвое большем расстоянии, а на втором уровне – на втрое больше. Перк исключительно для удовольства. Атромантия похож на некромантию, но работает ли доедра? Довольно полезно. Сила стихии увеличивает силу ваших доедр на 50%. Я не знаю, относятся эти к 50% к хп, урону или красноречию, но звучит неплохо. И, наконец, двойное колдовство позволяет кастовать с двух рук, что увеличивает время действия в два раза. Если у вас все очень хорошо с маны, конечно, можно использовать. Но, мне кажется, призвать 2-3 морза меньше маны будет лучше, чем призвать одного на дольше, да еще и ману больше потратить. Прокачивать колдовство довольно просто. Все, что вам нужно – это место с врагами, которые не смогут вас атаковать. Кажется, не так просто, но я вам покажу одно такое место. Когда вы сагли врагов, начинайте кастовать призванные мечи. Будет хорошо, если у вас есть сотни зачарований. Тогда можно зачаровать броню на бесплатный каст и фармить сколько душе угодно. Но что делать, если у вас нет сотни зачарований? В таком случае можно воспользоваться одним и, скорее всего, багом игры. Вы, наверное, знаете, что нельзя ждать, когда рядом находятся враги. Так вот, это неправда. Если отойти от врагов на достаточное расстояние, то можно будет восстанавливать ману ожидания. При этом враги все еще будут на радаре. В итоге это получается чуточку сложнее, чем сотни зачарований. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.